Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Продолжение следует... Продолжение следует... Уже 200 лет находится здесь это одинокостоящее таинственное строение. Строение это похоже на средневековую башню-донжон, как в европейских феодальных замках. Некоторое время назад башня выглядела немного иначе, часть стены у нее, к сожалению, обвалилась. Находимся мы на месте, где раньше был старый парк с садом и прудами, украшающий усадьбу Знаменская, как она раньше называлась. К сожалению, пруды спустили, но от сада, правда, еще что-то осталось, и руина этой башни – единственное строение, которое осталось от богатого усадебного комплекса, построенного здесь последними владельцами, в стилевых формах церкви, возведенной ранее неподалеку отсюда. Места эти, как водится, окутаны различными тайнами. Людская молва пронесла через века несколько таинственных историй до наших дней. Первым владельцем данных мест был Яков Афанасьевич Татищев, и один из Татищевых в XVIII веке состоял в масонских обществах или ложах, и благодаря своей знатности и богатству стал руководителем или мастером стула, одной из масонских лож, приобретающих популярность в те времена. А как мы знаем, где масоны, там тайны, интриги и расследования. Архитектором, спроектировавшим церковь, был Василий Иванович Баженов, зачинатель русской псевдоготики и, опять же, состоящий, как ни странно, в масонской ложе. Хотя, судя по описаниям в различных источниках, Василий Иванович во время строительства церкви еще не состоял в масонской ложе, да и доподлинно неизвестно точная его причастность к строительству, но об этом попозже. Есть еще и такая история, что следующие хозяева данных мест нашли и начали здесь добычу железной руды и наткнулись на множественные древние захоронения воинов. Их было так много, что это могло говорить только о том, что в этих местах проходило какое-то огромное сражение для тех лет, сравнимое даже с Донским побоищем или, как его называют, Куликовская битва. Но об этом мы, скорее всего, никогда не узнаем. В общем, умею я испортить интересную историю. Ну, естественно, относиться к таким историям нужно осторожно и не принимать, так сказать, близко к сердцу. Много чего говорят, и, естественно, не всему надо верить и все подвергать обоснованной критике. Вот она, не побоюсь этого слова, архитектурная жемчужина нашего края, церковь, иконы, знамения Божьей Матери, которая находится в Вешаловке. На первый взгляд, она больше похожа на сказочный европейский замок. И особенно загадочно и таинственно, когда подъезжаешь к этому месту и видишь множество башенок и донжон, торчащий из-за деревьев. Место это жутко забаянина. Очень много приезжает сюда молодоженов, чтобы вековечить свой самый лучший день в жизни. И обязательно едут фоткаться у местной достопримечательности. И после этого остаются пустые бутылки. Все остальное связано с праздничными гуляниями. Ну, конечно, не у всех, но остается. Сказать по правде, я первый раз и узнал также об этом месте как раз на свадьбе у друга. И был немного ошарашен, что оказывается есть такие интересные места с не менее интересной историей. Такое чувство, что до этого времени границами всего был город, а за ним какой-то вакуум и ничего нет. Оказалось, что все не так. Давно-давно, когда я еще был юн, к сожалению, не было ни у кого ни машин, чтобы поехать по округе, ни интернета, чтобы узнать, куда собственно ехать. Сейчас с этим немножко попроще. Бери авто в кредит, работай на машину, продавай что-нибудь побольше в дружной команде. Ну ладно, видео не об этом. Построена церковь в стилевых формах русской псевдоготики и барокко, с множественными элементами декора из белого камня. Ничего подобного, наверное, в наших местах и нет. Церковь была заложена в 1768 году. Построена и освящена была в 1794 году. Строителем храма был гвардии родмистер Яков Афанасьевич Татищев. Долгий период между тем, как была заложена церковь и постройки с освящением, обусловлен тем, опять же по слухам, что на церкви были масонские символы и из-за этого долго не освящали храм. Но эти слухи, как всегда, ничем не подтверждены. И, возможно, просто у Татищева в это время были проблемы со средствами. И как только все стало получше, Яков Афанасьевич достроил эту красивую и необычную церковь. В книге Александра Юрьевича Клокова указано, что изначально колокольня была отдельно стоящей от церкви. Наблюдаем еще табличку, которая гласит, что церковь – знамение и памятник культурного наследия федерального значения. Рядом присутствует табличка с историей церкви и усадьбы. Подходя поближе, видим очень много элементов декора, таких как пилиастра и много элементов из белого камня. Если сравнивать с церковью, дом у Татищева был очень скромный. Деревянная крыша была крыта соломой. То ли Татищев-человек был очень скромный, то ли это была его не главная усадьба. Стоит только догадываться. Считается, что автором проекта «Церкви-знамения» был молодой тогда архитектор Василий Иванович Баженов. Но документальных подтверждений этому нет. Опять же, слова историка Клокова по поводу авторства Баженова. Николай Александрович Кожин, сын одних из последних владельцев усадьбы, в своей книге об усадьбе писал, что в усадебной библиотеке хранились чертежи с подписью самого Баженова и нет оснований ему не доверять. И так как у нас в истории уже появились Кожины, следует сказать, что Татищева продали усадьбу капитану артиллерии Ивану Иосифовичу Кожину в 1806 году. Сверху на церкви видим шестиконечную звезду. Как многие говорят, это один из масонских символов, который оставил Баженов в архитектуре храма. Но, как говорил краевед Георгий Гунькин, эта звезда – громовой символ, защищающий церковь от удара молнии. Все-таки, наверное, часть языческой культуры переплелась с культурой того времени. И появился, возможно, такой символ. Вот что нашел в интернете по поводу шестиконечных звезд. Вообще, шестиконечная звезда не привязана к конкретной этнической общности символов. Шестилучевая звезда гораздо чаще встречается в других древних культурах. Чаще всего в этот символ вкладывается идея взаимодействия, взаимопроникновения двух начал, каждая из которых символизирует один из двух треугольников, составляющих звезду. Это могут быть небесное и земное начало, мужское и женское, физическое или духовное. На стенах церкви есть интересные ниши, но они пустые, не нашел никаких упоминаний, что там могло быть. Например, у кожаных в усадьбе Репец в церкви были тоже такие ниши. И там были статуи святых. Кожаны были очень состоятельны, имели фабрику по выделке сукна для армии и флота. А позже в своем рассвете имели два винокуренных завода, три мануфактурные фабрики, кирпичный завод, каменный дом в Москве и в Санкт-Петербурге, мучные мельницы на реках Репец и Дон. Это еще не считая богатых усадеб. Позже один из кожаных, Михаил Иванович, затевает строительство усадебного дома в стиле знаменской церкви, также с элементами псевдоготики. Старый дом Татищевых из сруба обкладывается кирпичом, пристраивается небольшой вестибюль, а по углам строятся два двухэтажных корпуса со стрельчатыми окнами, пилястрами и ту самую башню, которую мы видели в начале, и на которую поднимались владельцы и гости усадьбы для просмотра красивой панорамы местности. Внизу стены видны следы новых кирпичей. Вообще считается большой удачей, что церковь не разрушили, и эта красота дожила до наших дней. Рядом с церковью остались остатки от часовни, внутри которой под землей был склеп семьи кожаных. Вот такой он разбитый и уже обветшавший, окна засыпаны землей, но на стенах еще остались следы от старой штукатурки. Внутри лежит старая плитка, крыши нет. Строение, конечно, тоже монументальное. Толстые стены, сводчатые перекрытия. Внизу все засыпано кирпичом и стройматериалами, скорее всего от разрушенного верха. Толстые стены, сводчатые перекрытия. А здесь можно спуститься, хоть немного ниже и посмотреть, может быть не все засыпано. Нет, все завалено, никуда не зайти. Сколько читал и искал информацию, особо ничего нет про фамильный склеп. Только Клоков говорил, что склеп был разрушен и разграблен, и останки кожаных были убраны отсюда. Пойдемте дальше, посмотрим церковь, а я расскажу еще немного про кожаных и про усадьбу. Михаил Кожан стал предводителем уездного дворянства в Липецке, а также директором акционерного общества Липецких минеральных вод. Он был известен как щедрый меценат, обустроил курортный зал Минвод, благоустроил Нижний парк, построил чугунные мосты через Липовку. Один из них даже получил название – Кожанов мост. К сожалению, он не сохранился до наших дней. Стоит сказать про парк в усадьбе. Он превратился в огромный французский парк с светняками, клумбами и ухоженными деревьями. На территории усадьбы появился каскад прудов, в которых плескался диковинный для наших мест тюлень. Что интересно с ним потом сделали революционеры. Позже усадьбу унаследовал сын Михаила, Александр Кожин, который начал скупать соседние земли, чтобы создать акционерное общество для разработки железных руд. Вроде бы как обманным путем он добился аренды 19 тысяч десятин земли у местных крестьян на 30 лет по очень маленькой цене. В 1899 году Кожин создал Тамбовское горное и металлургическое общество и привлек капитал бельгийцев. Им он продал право на аренду земель за 2 миллиона рублей и стал крупным акционером предприятия. В селе Сокольском бельгийцы построили завод. Сегодня это завод «Свободный сокол», от которого тоже практически ничего не осталось. Все было хорошо. В 1902 году Домна дала первую плавку. Но местные крестьяне ополчились против предприимчивого Кожина. В то время против него начались судебные разбирательства. Кожин не заплатил ни копейки в местный бюджет. Бельгийцы решили разорвать все договорные отношения с сомнительным партнером и обратились в суд с требованием вернуть все заплаченные Кожину деньги. Елецкий суд признал ушлого предпринимателя виновным и описал имение в счет долгов. Но Кожин не сдался и добился оправдательного решения суда уже во Франции. Судебные тяжбы стоили ему здоровья и жизни. Александр тяжело заболел, уехал в Ялту, где и умер в возрасте 43 лет. Далее усадьбу унаследовала его супруга Маргарита Семеновна. И наступил 1918 год, когда усадьбой закончилось свое существование. На Пасху революционеры разграбили ее и подожгли. После этого постройки были проданы на слом. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok